Родная сестра нашего великого Николая Никоноровича Софья Никоноровна Дубовская и Любовь Никоноровна Дубовская. Очень такой, видите, пронзительный взгляд. Даритель портретов, внучатый племянник Николая Дубовского Михаил, в юности начинающий мастер кисти и мольберта, даже поступил в академию. После на семейном совете ныне его известный дядя скажет, а зачем нам семье два художника? Николай Никонорович – это представитель типичнейшего так называемого направления пейзажа настроения. В это время художников больше интересовала не форма, как позже, в начале 20 века, именно содержание, то, как с помощью художественных средств передать восприятие человеком природы. И такое единение своеобразное. Закат, летние облака, Альпы на полотнах пейзажиста манят своей энергией и таинственностью. Картины Николая Дубовского выставлены в самых крупных музеях русского искусства – в Санкт-Петербурге и в Москве. А кисти, которыми, возможно, написаны эти картины, теперь хранятся в Новочеркасском музее. Так распорядился его племянник. Это очень такой значимый, благородный жест, потому что в наше время не так часто родственники расстаются с подлинными работами, тем более, что это художник-передвижник такого огромного уровня, как Левитан. Родом известный художник из Новочеркасска. Вырос в семье казака-старшины области войска Донского. Жемчужина коллекции музея «Радуга» отражает родство с казачьими традициями. Рыбак оторвался от насущных дел, чтобы полюбоваться прекрасным явлением природы. Картина очень дает образный вид самой природы и самого пейзажа. Поэтому более такая картина, которая нам понравилась, очень дала глубокие впечатления. Являясь истинным патриотом столицы мирового казачества, Николай Дубовской желал, чтобы в Новочеркасске был открыт свой художественный музей. В то время было модно организовывать в провинциях подобные учреждения культуры. С этой целью он завещал городу свои работы и те работы своих друзей художников-передвижников, которые он собирал в течение своей жизни. Вот это завещание, такого написанного не осталось, но все знали о его этом желании. Поэтому родственники после смерти Дубовского в 2018 году, он умер, у него был сегодняшний сын Сергей, отдали на хранение все, что завещал городу в русский музей. После Великой Отечественной войны сотрудники музея, разбирая архивы, связались с русским музеем. В несколько переездов в Новочеркасск в 1946 году вернулись 31 полотно пейзажиста и 120 работ художников-передвижников, его друзей. Пополнением работ Николая Дубовского новочеркасские музейщики занимаются и по сей день. Валентина Назаренко, Станислав Фоменко, Главное новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова